Хорошие мои, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. У всех уже началась учеба, школа, институт. И я по себе знаю, что не всегда удается нормально покушать. И сегодня я для вас подготовила 5 полезных вариантов перекусов. Расскажу, чем лично я заменяю те же самые шоколадки и чипсы. Так что, если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть. Итак, первый вариант перекуса это смесь из орехов и сухофруктов. Выбирайте вообще любые на ваш вкус. Самое главное, смотрите на состав, чтобы там не было никаких лишних добавок. Я очень люблю брать с собой сухофрукты, когда мне хочется чего-нибудь сладенького. И как раз они являются отличной заменой всяким конфеткам и шоколадкам. И благодаря большому содержанию углеводов сухофрукты насыщают наш организм энергией. А орехи это вообще отдельная тема. Они являются альтернативой мясу, способствуют мозговой деятельности, что важно на учебе и вообще дают надолгое ощущение сытости. Второй один из моих, наверное, самых любимых перекусов, отличная альтернатива всяким сухарикам и чипсам, это льняные крекеры или хлебцы. Просто обалденная штука. Они настолько питательны и полезны. Вообще в льняном семени содержатся те же кислоты и вещества, что и в рыбе. Вот этот омега-3. Вы представляете, насколько полезны эти хлебцы, учитывая, что там в составе, но вообще ничего лишнего нет. И вообще маленького количества хлебцев хватает, чтобы наесться. Третий вариант точно подойдет тем, кто следит за своей фигурой. Это натуральные питьевые йогурты. Это тоже полезный перекус, потому что в нем содержится много белков и мало жиров. Ну и также полезны всякие живые бактерии. Я стараюсь выбирать только натуральные питьевые йогурты без различных добавок и ароматизаторов. И вот, кстати, девочки, кто из Екатеринбурга, могу посоветовать таллицкие, лопаевские. Они настолько сытные. То есть вот этой вот бутылочке, как я уже говорила в видео, что в моей сумке, мне хватает, ну, грубо говоря, как полноценный, наверное, не то чтобы перекус, но такой какой-то мини-обед. Очень сытные. Алопаевские более сладкие, а таллицкие, они с такой кислинкой. А вот, кстати, активы и всякие бифидолайты, биобалансы я как-то не очень люблю. Они не настолько сытные, и там много добавок. Напишите, какие вы любите, кстати, йогурты пить, там, фирму или с каким вкусом. Мне вот очень нравится с персиком, с клубникой, с черникой и обязательно со злаками, потому что они тоже очень сытные. Четвертый, наверное, самый банальный перекус – это фрукты и овощи. И сейчас очень много сезонных фруктов и овощей. Это морковки, яблоки, груши. Вообще не ленитесь, берите с собой, потому что, ну, гораздо, я думаю, приятнее похрустить там на парах или на учебе там морковкой или яблоками, нежели чипсы. Пятый вариант, который нужно приготовить заранее, что я делаю не всегда и иногда съедаю эти бутерброды до того, как я уйду в институт. Это полезный бутерброд, и тут, на самом деле, тоже нет никаких правил. Делайте, как хотите. Старайтесь брать черный хлеб грубого помола или, например, хлеб со трубями, добавляйте туда отверное мясо. Я очень люблю добавлять слабосоленый лосось, также салат и, например, овощи, либо помидорки, либо огурчики. Я сегодня делаю бутерброды со сливочным сыром, далее укладываю листики салата, затем беру слабосоленый лосось с нарезанными ломтиками и сверху кладу огурчики. Вообще, обожаю такие сэндвичи. И вот такие вот у меня варианты. Напишите внизу в комментариях, как вы любите перекусывать на учебе, на работе. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.